Всем привет, дорогие мои! Это Таврида, Таврида-Арт. Сегодня первый день. И я даже вдалеке вот отошел от сцены, очень далеко, где маяк светит. И тут все равно очень слышно музыку. Африканцы какие-то выступают. Ну, посмотрим, прогуляемся сегодня. Там еще какая-то музыка есть, но там на кафе что-то более похоже. Вот тут думающий мужик. Я все время думаю, что он засиделся в думательном месте, если вы понимаете, о чем я. Куда-то смотрит. Народу сегодня, короче, я два часа стоял в очереди. Уходил даже, думаю, плюнул, думаю, прогуляюсь, пошел, прогулялся, короче, опять потом в очереди пришлось стоять. Очень долго, очень много людей, прям, прям кошмар, сколько людей. Нужно приезжать либо рано, очень рано, либо поздно. Вот, тогда меньше очередь. Здесь, кстати, скамеечек много, вот, прям на этом холме, прям, настроили. Можно сидеть и прям на всю твою риду смотреть. А там большие экраны. Ну, так видно не очень, конечно, отсюда. Даже на тех больших экранах, что происходит. Но зато... Зато нет толпы тут. Внизу там всякие... Всякая еда. Там тоже куча людей. Так, не надо меня поправлять. Куча — это большое количество чего бы то ни было. Вот, так что это не только прямое значение имеет слово. Вот. Ну, ладно, сейчас спустимся туда где-нибудь, походим, посмотрим, что происходит внизу. Спасибо за субтитры Алексею Довушу. Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще-то фестиваль длится 3 дня всего-навсего. Всего-навсего 3 дня. Где очень много. Вот, например, здесь продают гамбургеры. Гамбургеры продают. 600 рублей стоит одна штука. 300 грамм. Не знаю, как он выглядит. Я с собой взял орешков. Очередь здоровенная. И там картофель фри с той стороны тоже 300 рублей стоит. 140 грамм. Ну, как бы цены, понятное дело, что здесь хорошие цены. А вот здесь еще одна очередь. Это негритянка уже минут 20 там поет. Не знаю даже, кто это. Сейчас. Ой, у меня камера. Камера не такая хорошая, чтобы захватывать такие вещи. Вот мужик на унитазе сидящий. Вот. Думающий мужик. Куда-то смотрит. Самое удачное место для такого дела. На море. Море, правда, не видно. Но оно есть. Вот это алая паруса. Символизирует собой корабль, закопанный в землю. Символизирует собой злобного мальчика, который засадил медуз на палке. Ну, ладно. Может, он что-то другое символизирует. Вот тут написано древо. Это вот тетя Ассоль, похоже. Похоже на Ассоль. Только непонятно, почему аллы паруса там находятся далеко. Уже приплыли аллы паруса. Она что-то в море смотрит. Непонятно. Непонятно, что происходит. Аллы паруса уже там, они в земле давно. Короче, друзья, очень большая территория. И понятно, почему от одной скульптуры до другой нужно стоит так долго идти. Раскиданные, а между ними просто дорога. Для чего это сделано, вообще неизвестно. Даже вот уже прогулялся вот эти вот скульптуры. Ну, сколько там, четыре штуки, да, посмотрел. Дальше что-то не хочется даже идти. Потому что очень далеко. Потом возвращаться это все. Ладно, там самая движуха рядом со сценой. А тут как раз, кстати говоря, есть такая танцевальная площадочка. Там уже современная музыка играет. Ну, она просто играет, там никто не поет. Это для самых активных, кто хочет потанцевать. Видимо. А сцена аж вон там. Аж вон там. Так, у меня кто-нибудь про скульптуры что-нибудь напишет. Специально для ваших комментариев, рассказывая про скульптуры. Напишите что-нибудь. Проявите активность. Ух ты, идут прям танцы. Здесь идут танцы. Прям раунд-танцы. Короче, тут диджеинг управляет. Ставит всякие музыки, я не знаю. Обычная дискотека, короче. Это ВК. Кстати, кто в ВК не вступил в группу, вступайте, друзья. Крем на ладони. Заходите. Там сцена, там вся движуха. Но там к сцене, конечно, пробраться, это такое. Вот представляете, вот там сцена находится. А люди аж вот здесь вот ее смотрят. Дерритория здоровенная, конечно. Проект, созданный для продвижения творчества молодых музыкантов, писателей и поэтов. Мы публикуем авторские материалы вне зависимости от стиля и жанра. Современная музыка, джаз, полк, классика и неоклассика. А также стихи, аудиокниги и подкасты. С чего все началось? С идеи. История Даврибы уходит далеко в 2015 год. Когда молодые таланты постепенно начали узнавать за проекты. После первых арт-школ, связанных с созданием музыкального материала, появился логичный вопрос. А что делать дальше? Так, с 2022 года вы получите поддержку. А еще возможность выступать на мероприятиях арт-кластер, на фестивалях и других классных проектах. Как пополнить этот список? Главное правило – быть собой. Потому что лучше вас за них это не сделает никто. Участливайтесь в образовательных заездах, проектов и мероприятиях, продвигающих молодое искусство. И мы сами найдем вас. Таврида Артсов и музыканты, состоящих в музыку, которые вдохновляют миллионы служб и нести молодое искусство в большой стране. – К acha? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...